Добрый день, ребят! Сегодня я расскажу про то, как можно решить вот такой вот небольшой косячок, возникающий с тахометром на Волге. То есть прыгает, когда стрелка тахометра. Что с этим делать? Вот для примера. Вот завелась машина, да? И вот начинается. Ну, думаю, вам видно. Вот иногда она бывает прыгает до полторы тысячи. С чем это связано? Не ясно. Как? Ну, вот она уже прыгает. Бывает еще больше прыгает. В принципе, ни на что не влияет. Обороты слышны и так. Но как решить эту проблемку, расскажу вам дальше. Значит, первым делом, вернее, нам надо снять приборку с машины. Как это делается, я думаю, особо рассказывать не надо. Все и так все знают. Дальше разбираем приборку. Откручиваем вот эти вот сколько? Один, два, три, четыре, пять, шесть болтов. Вот они. Для того, чтобы разъединить черную и белую часть, этот лицевой кожух. Здесь вот этот вот штырек для сброса пробега снимается сюда. Вот таким вот. Брюки превращаются. Брюки превращаются. Ну, в общем, он вытаскивается сюда. Надо зацепить его плоскоупчиками. Сейчас покажу. Вот таким образом оно снимается. Просто руками жирными неудобно. Так, ну и раскручиваем шесть болтов. Так, после того, как мы разобрали приборку на две части, переворачиваем сюда. И со стороны тахоми, правой, здесь вот, откручиваем три вот эти вот, сейчас покажу, гаечки. Вот она одна, вторая и третья. После того, как открутили эти три гайки, откручиваем три вот этих вот внутренних болтика. Ну, вот их видно. Сейчас на свет повернул. Ну, вот они один, второй и третий. Напротив тахометра. Вот с этой стороны. Этот, который держит сам, непосредственно сам прибор. То для контактов, это для крепления самого прибора. Итак, вот перед нами уже снятый тахометр. Значит, здесь вот есть вот такой вот врождённый косяк. Лишняя деталь. Скажем так. Вторая мешает стабильно работать. Вот она находится здесь. Называется эта штучка Стабилитрон. Честно, я в радиоэлектронике не шарю. Я нашёл эту информацию в журнале «За рулём». Вот с этой стороны. Видно вот возле ножек там какой-то платы. Вот этот чёрно-оранжевый бочонок стеклянный. Как бы, журнал «За рулём» его рекомендуют просто тупо вырезать. В крайнем случае, параллельно ему можно впаять какое-то там сопротивление. Чё это делать, как это делать, я не разбираюсь. Какое там сопротивление и так далее. Просто его отрезать. Вот эти вот обе ножки отрезать. И всё. Это сейчас я и сделаю. Так, ну вот, эту штучку я выкусил. Этот Стабилитрончик. Вот видно, от него стали ноги торчать. Всё, теперь собираем всё обратно и идём проверять на машине. Так, ну вот, я всё собрал, поставил на машину. Сейчас попробую завести. И посмотрим, что получится. Ребят, замечательно. Что могу сказать? Замечательно работает эта штука. Смотрим, стабильный оборот и стрелка даже не колышется. Всё прекрасно. Плавненько, чётенько ходит. Спускается, опускается. Держит свои там 800-900 оборотов, сколько там холостые. Всё прекрасно работает. Так что, ещё один маленький косячок в 31-й Волге побеждён. Вот. Все остальные видео можете посмотреть на моём канале на Ютубе. Так что, подписывайтесь на канал на Ютубе. Подписывайтесь на Драйве. Ищите ГАЗ-3110 Странник. Пишите в комментариях все свои мысли по этому поводу. Стараюсь со всеми общаться. Никого не обижать, никого не забывать. Так что, пускай ваши машины радуют вас. Если есть какие-то поломки, чините. Смотрите мой канал. Там очень много всяких вот таких вот мелких доработок, которые, казалось бы, там, ну, копеечные, ерундовые. Но, в принципе, они очень, как бы, благотворно влияют на общую картину машины в целом. Так что, всё. Ещё раз подписывайтесь на канал обязательно на Ютубе. Вот. То есть, чем больше у вас подписчиков, тем я вижу, что вам это интересно. То есть, это, как бы, ваша благодарность за мои труды. Всё. Всем спасибо. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok